и вам доброе утро такой сон не снился прям вообще думал высплюсь еще отдохну кайфую такой лежу на пляже и тут сирены мигалки в конце видео будет продолжение дезинфекцию буду делать а сейчас я поделюсь с вами методом по удалению накипи с чайника электрического этот метод я узнал о древних инков когда находился в латинской америке это было где-то в пятнадцатом шестнадцатом веке вот ну потом я проснулся но этот метод я очень хорошо запомнил ну видим дамы что подустал чайник накипи вообще прям нормально для этого нам надо стакан воды обычной заливаем внутрь берем обычный уксус 2 столовые ложки одну я уже нали и ставим на кипячение ждем чайник закипает открываем смотрим и не можем и не можем нарадоваться просто красота идеально вообще откройте сейчас свои чайники и посмотрите есть там накипи или нет а если есть то с помощью уксуса легко и удалите и скажите большое огромное просто спасибо древним инкам русик чайник почистил поэтому давайте пить чай 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 с чабрецом листовой чай все вместе засыпаем заливаем кипяточком еще и 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 до конца немножко его прессанем всем хорошего чаепития увидел с окна что работает вроде альфа банк и там есть обменник мне вот интересно посмотреть сколько курс сейчас надо проверить вроде работает банк вроде можно обменять сейчас пройдем дальше узнаем еще обменники работают или нет нет здесь все обменники закрыты именно обменники не работают погуляли а теперь время витаминчиков за ваше здоровье пару шотиков за ваше здоровье 12 это 3 как Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все-все-все Странно, да, почему? Ну, может, в Китай отправляют? Да, в Китай отправляют, но просто для меня это был шоком Я так переворачиваю, хотела посмотреть, где сделано И такая, хоп, все, на Китай Вот этого часа Я в Китае не видел, кстати, его или есть? Я вот... Мне кажется, может быть, я даже видела Но вот я не помню У меня это удивило Давайте смотреть, что в инфрии Я первый раз пробую, поэтому интересно Красиво Упаковка очень красивая А что она такая маленькая? Маленькая? Ну, поэтому и легкая была, ты говоришь, моя легче, чем магнат Это коробка Это для транспортировки, чтобы удобнее было Ну да, наверное Но оно маленькое Смотри на мне, липусе Да? Ничего себе Давай твоё сравнение Давай Не, ну в принципе, я просто покусал Ну да, в принципе, такое Одинаковое, да? Видимо... Да-да-да Просто оно толстое Ладно-ладно Не маленькое, не маленькое Давай пробовать Давай У меня вот, кстати, апельсин уже вот здесь видно Это в точь-в-точь Как магнат Который я любила с малиной Точь-в-точь, только это с кургой Да? Угу Двойной шоколад какой-то Всем привет Как дела? У нас всё нормально Сегодня утром буквально зашёл в интернет И наткнулся на такую новость Что появился Ну, был он всегда А сейчас стал очень агрессивный Какой-то новый вид коннектювита Там, вируса для глаз И что меня больше поразило На самом деле Что, в принципе, у кого проблемы с глазами Должны знать Как помочь самому себе Не прибегая К каким-то лекарствам, да? Но моя история Чуть-чуть я начну с другого Что всё началось с того Что у меня телефон Айфон седьмой Ну, сегодня в этом Он уже старый И получилось так, что он упал И сломался экран Экран нигде не треснул Но телефон никак не реагировал Я пошёл к мастеру Чтобы он мне отремонтировал Он меня спросил Говорит, какой ты хочешь поставить Оригинал Или хочешь поставить китайский А так как мы были за рубежом И я у него спрашиваю А ты можешь мне показать И оригинал, и китайский Чтобы я хотя бы посмотрел Как-то, чем они отличаются Он сказал, что нет Я их заказываю Они мне приходят Я их сразу устанавливаю Но я думаю, что он так понял Что мы иностранцы И у нас можно как бы Нагреть нам бабки Вот Я решил поставить китайский Я поставил китайский И стал замечать Что у меня болят глаза Когда я долго провожу В телефоне Долго сижу Очень сильно стали болеть Потому что был нормальный экран Получается оригинал И в принципе глаза так не уставали И как я только поставил китайский Я сразу это давление ощутил Я сходил в поликлинику Она померила мне давление Глазного яблока Там проверила зрение Сказала, что в принципе У тебя всё в порядке Да, они краснеют Из-за того, что очень долго сидишь В компьютере И прописала мне капли В принципе обычные Которые увлажняющие Говорит, можешь их принимать В течение дня Сколько хочешь Как чувствуешь, что глаза чуть-чуть устали Но при этом она сказала Одну очень прикольную вещь Что на самом деле Ты можешь помогать себе сам Именно как Это делать гимнастику для глаз Я начал делать гимнастику для глаз И я стал замечать Слушайте, ну это помогает Это реально работает И всего надо уделить 15 минут Я зашёл на ютуб Нарвался на такую гимнастику для глаз По Норбекову Если я не ошибаюсь И мне очень понравилось Я стал ощущать, что Усталость в глазах пропадает Нету такого покраснения глаз Я думаю на самом деле Это сейчас актуально Мы оставим ссылку На это видео В принципе Вы можете в ютубе Просто набрать гимнастика для глаз И выбрать что-то подходящее для себя Это элементарное упражнение Сейчас я продемонстрирую Некоторые из них К примеру Это делаем глазами Вот восьмерку Да, вот такую бесконечность Это выглядит К примеру Вот так вот Или представляем циферблат Часы, да, и начинаем от 12 Каждый, каждый, каждый час Глазами проводим в одну сторону К примеру Это вот И в другую Это надо делать всё медленно Расслабленно Чтобы было хорошее настроение Улыбка 15-20 минут для глаз Потом поморгали После каждого Вот так легко После каждого упражнения Мои глаза в тонусе Я думаю, это актуально Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ой, ну хоть сижу дома будет. Смотри, пыль какая поднялась сразу. Смотри, пыль какая поднялась. Смотри, пыль какая поднялась. Смотри, пыль какая поднялась.